Всем привет! Вы на канале Всего по Немногу из Германии. Ребята, жизнь и каждый день наш состоит из Всего по Немногу. Нет одинаковых. Он один день от другого отличается. Ровно как у меня на канале. Сегодня в видео мы снижаем вес, завтра пластическая операция, а поздезавтра что можно приготовить из бедра. Вот сегодня видео. В чем разница? Либо вы достали вот такой целый окорочок с морозилки, либо заготовку вот такую без костей. Что я буду сегодня готовить? Это отделили, это порубили. Смотрите в видео. Особенно тем, кто в начальном этапе снижения веса. Сейчас вам колбасы нельзя и всякие корейки-морейки. А что можно приготовить из бедра? Сегодня поговорим. Вот, допустим, моя любимая часть в курице – это шея, хребет и крылья. Грудку не очень я, но много блюд с грудки готовлю. Но больше обожаю бедро. Ну, каждому свое. Пишите в комментариях, вы готовите что-то из бедра? И что готовите, девчонки? Мне тоже интересно. Я же делюсь с вами. И вы делитесь со мной каким-то простым рецептом, легким. Все, жду ваши комментарии. Дело в том, что у меня все по-простому. У меня не кулинарный канал. Ничему я вас не удивлю, такому какому-то шедевру кулинарному. Все по-простому. Все быстро, экономно и самое главное – полезно. Еще по-флотски готовлю. То есть вы на всю семью можете приготовить. Себе отдельно сварите макароны из твердых сортов, кто на снижение веса. В пирог добавляю я это мясо. С картошкой перемешала и вперед. Либо с капустой можно натушить. Но это уже другая история. Посмотрите, какие красивые окорочка, когда они опалены. Я обожаю просто. Сын мне их бжик-бжик, нежданно, негаданно пришел. Сынок мой сегодня пятница после работы. Ну и тут же мама добрая фея. Со своими поручениями, которые сама сейчас делать ничего не может. Ну, зато я обед приготовила. Поэтому вот. Тут взаимовыручка получилась. Так, девчонки, вот что значит мужчина. Две секунды дел. Все это он размахал, размотал мне, сынок мой. И вот, представляете, он заголил так эти кости. У меня теперь тут на суп даже нифигашеньки не это. Ну вот, все, голая кость. Я-то оставляю, там что-то, чего-то нет. Тут без вариантов. Ну, я не стала лезть, потому что это тоже здорово. Окорочка паленые, красавцы такие. Совсем другой вкус у мяса, совершенно другой. Я сейчас их вымочу. Потом они в дуршлаге стекают у меня. Стекут там, я не знаю, сколько они полчаса стоят. Ну, чтобы влага эта вся вышла по пакетам. И все, они готовы. Пока они вот разморожены, с ними надо всю эту работу провести. Эти оставила, ну, попросила, чтобы он целый оставил. Для разнообразия. Что получилось? Вот у кого есть желание, все мастера сейчас косточку эту вырезать запросто. Проще простого. Получается вот такая вот, когда я ее лепешка называю, когда настроение есть у меня хорошее, я называю, отбивная из бедра. То есть вот такая получается пластина мяса, да? С этой пластиной можно две соединить. Можно сделать все, что вы захотите. Эту часть надо отрезать жир. Можно перетопить, можно выкинуть, можно в фарш любой добавить. Это уже кто что сделает. Это я для тех, кто будет делать. Что я делаю? Значит, я могу вот из этой отбивнухи сюда положить, если сразу, допустим, я запекаю, такую вот с маленькой сковороды диаметром омлетик такой, закрутили. Просто в бумагу для запекания. И можно запечь. Ну, конечно, из-за одного не будете вы в духовку гонять. Значит, 3-4 сделать. Потом вы порезали порционно. Вот вам колбаса. Вкуснятина. Ну, не колбаса, это будет куриный рулет. Кожицу по желанию. Хотите, срежьте. Вернее, срежьте. Она снимается. Вот она. Хотите, оставьте. То есть, для того, чтобы он был сцепленный, его можно оставить. Для рулетов 100% надо оставлять. Ну, невелико, я хочу сказать, содержание там будет жира. Потом вы ее удалите. Ну, вот уже, когда порционно порежете, вы эту кожицу можете удалить. Кто начинает говорить, что там, ну да, у вас такие продукты. Какие вы у меня продукты там увидели, я не знаю. Авокадо раз в год. Я сама авокадо не люблю, тунец терпеть не могу. Поэтому это редкие гости у меня. Ну, для разнообразия, да. Палочки крабовые, я их не люблю. Авокадо можно заменить по составу чем угодно. Ну, не свет клином сошелся. Да, если вы положите грудки кусочек, точно так же, вот так рулетом завернули, закрутили. Будет у вас ровненький рулет. Можете два соединить в бумагу для запекания, либо в пленку. Хотите много пленки, сварить его. В бумаге для запекания запечь. Тот же рулет. То есть, все зависит от вас. Нет, значит, вы вывераете шкурку и делаете гуляш. Сейчас я на данном этапе по две штуки вот так делаю. И просто в салфан кидаю в заморозку. Достаю. Что мне надо? Гуляш, значит, порежу на гуляш. Целую, значит, вот так вот целую кину на сухую сковородку и пожарю. Будет у меня порция мяса. Можно фарш. Это кости на бульон, потому что в обед у меня супы борщи. Вот и все. А из этого что? Ну, целиком вот так вот порционно запеку. То есть, вот сейчас по две штуки я отделю. И все это у меня быстро уйдет в морозилку. Кости вымочу. То есть, я вам показывала хвосты, показывала уши. Легкое показывала. Сердечки у меня есть на канале. А что простенькое еще? Печенка. Кстати, надо с вами испечь блины из печени. Проще простого. Даже муки там нет. Печень и яйцо. И будут у нас вкуснючие блины. Но дайте немножко мне на ножки встать. С начинкой сделаем. Придумаем грибы или что-то. Это не как пример. Это я делюсь с вами. Это не открытие. Это все проще простого делается. В общем, делюсь с вами. Если кому-то будет полезно, это будет здорово. Кому-то может пригодиться. Я вам показывала. Холодец можно. Просто эти лапочки я в желе оставила. Все это полезное, быстрое. По цене это не деликатес, недорогое. Все перемыла, отмыла. Посмотрите, какие чистые эти суставчики. Эти суставчики никогда не обрезаю. Вот так я вымала их, отмыла. Потому как смысл. Я покупаю за пятерку куриные лапы, а тут буду вдруг отрезать. Нет. Дуршлаг я откинула. Сейчас влага, вода сойдет. Потому что они часа два, наверное, вымачивались. И я где-то в четыре пакета это все поделю. И в морозильник. Вот и вся, девчонки, история мясная. Вы понимаете, для любого дела надо какое-то время. Что вы взяли, если фарш крутить. Что разделывать, допустим, мясо там на отбивнухи, на гуляш, на то, на сё. Ровно так и с окорочком. Кстати, отвлечение от темы окорочков. На холодильнике, ну не вся история, конечно, передвижения. Но многие интересные моменты. Кому-то кажется, это уже прошлый век, да? Магнитики на холодильнике. Кто-то тарелки собирал. Холодильник поменяли. Коробка долго мне с магнитиками стояла. И старшая говорит, мам, давай прицепим обратно. И вот нацепил. И вот видите, тут вам... Почему канал всего понемногу? Тут окорочка. Кто-то залетел на канал. Думал, сейчас тут такое отдельное предложение будет. А тут бабац и магнитики. Москва, Симферополь, Кемер, Батуми. Здесь у нас тоже Батуми, Москва, Аланья, Чёрное море, Лоо. Диснейленд парижский. Мы с младшим сыном там были. Одесса, мама, Дагомыс. Это Киев, Крещатик. Лобинск, Лоо, Небук, Махачкала. Саранск, Батуми, Загреб, Хорватия. Вот небольшая такая история. Аланья ещё раз. Туапсе. Здесь тоже Туапсе. Небольшой Казахстан, Кустанай. Москва. И достаток собачонок такой. А здесь у меня на холодильнике важные записки. Ну, важные. Для меня они важные, чтобы не забыть. Номера телефонов некоторые. Ну, ладно. Вообще, я в морозилку собиралась заливянуть. Заранее, допустим, я планирую, что я буду готовить. Открыла. Всё по пакетикам заморожено. Сейчас так все делают. Я не думаю, что кто-то большим куском засовывает в морозилку, а потом в панике не знает, что с этим сделать. Это заготовка из-за карачка, да? Вот сюда её убираем. Сейчас я всё разберу, что в морозилке, что из чего готовлю. Так, ну, здесь наградки я не буду доставать. Здесь грудка у меня. Здесь у меня даже пакет пельмешек есть в магазинах. Зелень. Здесь у меня филе кека. Замороженный фарш. Лапки. Булочки просто замороженные. Когда они нужны, я достаю. Не в микроволновке, а сама по себе оттаивает. И как свежая. Зелень. Здесь у меня лёд, мороженое. И мяка. Видите, пищит уже, говорит мне. У вас ли не склероз, морозилочка открыта. Теперь смотрите. Никого ничему не учу, просто делюсь. Вот в морозилке. Допустим, если есть заготовка. Сейчас я только вам показывала. Вот две таких мясных пластины. Вот они, пожалуйста. Запланировали вы с вечера. Достали. Это всё расставило. Утром замариновали. К обеду всё у вас. Это мясо промариновалось. Или к вечеру на ужин. И прекрасно. Здесь коричневые. А здесь белые шампиньоны. То есть я взяла лоточек. Один раз пожарила. А остальные свежие просто в заморозку закинула. Потому что, допустим, не полкилограмма много за раз. На две порции. От грибы. Точно так же я беру шпинат. А здесь я не знаю, видно или нет. Шпинат идёт брикетом. 450 грамм. С магазина приношу чуть-чуть. Подтает этот брикет, чтобы его можно было разрезать. И на вот такие кусочки режу. Утром я кинула в сковородку. Либо с кашей, либо с яйцом, с овощами. Хоть с чем. Вот вам уже решение вопроса на завтрак. Это суповой набор. Тот, который я показывала. Видите, чистейшие косточки. Тоже этот набор как раз на один бульон. То есть я его варю, такой более концентрированный. И на две части делю. Мне надо тарелку супа. 400 грамм. Всё, мне на два бульона вот эти косточки хватает этого пакета. Это я вам показывала в одном из видео. Фарш из лосося. Сейчас я вам поставлю, что я из него готовлю. Тоже прекрасная намазка на завтрак. Недавно тоже было у меня видео такое. Ну, немножко повторяюсь. Кто-то в гости забежал на канал. Кто-то новый подписался. Фарш из лосося в русском магазине я покупала. Что я на завтрак из него делаю. То есть тоже этот фарш был брикетом. 700 грамм. С магазина принесла. Он чуть подтаял у меня. Брикет этот. И всё, я его нафасовала. Ну вот, смотрите. 117 грамм. Порция ухи может выйти из этого кусочка. Ложку пшена, если кинуть, как раз будет порция ухи. Либо намазка на два раза. Фарш из лосося. Смотрите, что я делаю. Добавила я лук и лимон. Я вот прям вот так добавляю. Саму дольку изрезала, изрезала. Как бы вы положили в солянку. Немножко посолила. Сейчас всё это перемешаю. И просто на хлебец. Или на чёрный хлеб. Вот вам и полезный завтрак. Так, и того итог видео, итог беседы. Если не полениться, то можно вот из окорочков сделать заготовки заранее. Всё это разложить по пакетам. И потом уже достали готовый для приготовления. И повторюсь, что из этого мяса, из бедра, лук, морковь поджарила. Допустим, порцию мяса туда закинула. Гречку водой залила. Получилась гречка с мясом. Пшено закинула. Значит, пшено будет у вас с овощами. Любую крупу. Если сегодня желание у вас макарошки покушать, берёте из твёрдых сортов макароны. Точно так же побольше моркови, лука, мяса туда. И в оконцовке берёте грамм 50 макарон. Вам этого будет достаточно. Будет прекрасный, шикарный у вас обед. Я на удержании. Я и то не всегда рискую на ужин брать углевод. Да, это бывает, но не часто. А кто на снижении, не надо есть полным-полно, чем заменить углевод. Бобы. Очень хорошее решение вопроса. Грибы. То есть будет и вкусно вам, и полезно. Если постараться, всё, девчонки, можно придумать. Вначале видео рубленое мясо. По-моему, я там не договорила. Яйцо добавить, зелень можно добавить. Потом на ваше усмотрение. Ложку можно перемолоть геркулеса, добавить. Либо манку или ложку муки. И сделать хорошие... А, сметану ещё добавить. И будут рублены куриные котлеты прекраснейшие. Но не ленитесь ради себя, ради здоровья. Снижение веса отнеситесь к этому. Немножко полегче. Не страдайте, не загоняйтесь. О, боже, что же завтра? А что же в обед? А что же утром? Нет. Порция поменьше. Исключить то, что я просила, то, что я прошла. Если вас устраивает. В воду добавили режим питания, режим сна. Ходьба. Обязательно. Зарядка ли на попе. Ходьба ли на месте. Движение. Сегодня вы прошли километр. Завтра идёте больше, чем вчера. Хотя бы на 50 метров. Сегодня прошли полтора километра. Значит, завтра больше, чем сегодня. Вы были на канале Всего понемногу из Германии. Люблю вас по-человече. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»